Молодежный телепроект И сейчас, чтобы начать нашу программу, нам споет вокальный ансамбль «Кантабили». И сейчас, чтобы начать нашу программу, нам споет вокальный ансамбль «Кантабили». И сейчас, чтобы начать нашу программу, нам споет вокальный ансамбль «Кантабили». И сейчас, чтобы начать нашу программу, нам споет вокальный ансамбль «Кантабили». И сейчас, чтобы начать нашу программу, нам споет вокальный ансамбль «Кантабили». Мы пригласили педагога Чебоксарского музыкального училища имени Павла, председателя предметно-цикловой комиссии специальности хорового дирижения, руководителя хора дирижерского хорового и вокального отделения Татьяна Владимировна Антоненко. Здравствуйте! Здравствуйте! А начнем мы программу с истории дирижерского хорового отделения. Татьяна Владимировна, расскажите, с чего начиналась история отделения? История отделения началась с создания нашего дирижерского хорового отделения сразу после войны. И нужно отметить, что большой вклад в развитие хорового дирижерского отделения внесли такие выдающиеся деятели искусств и композиторы Чувашской республики. Это Федор Павлов и Степан Максимов. Также большую роль сыграл и Геннадий Воробьев в становлении нашего отделения. Раньше абитуриенты приходили абсолютно без музыкального образования. И позже уже стали поступать ребята, которые заканчивали музыкальные школы, вокальные студии, вокально-хоровые студии. И программа учебная включала в себя такие дисциплины, как дирижирование, хор, теоретические дисциплины, гармония, общая фортепиано, ознакомление с баяном или аккордеоном. И целая плеяда знаменитых выпускников, деятелей культуры и искусства народных артистов Российской Федерации, Чувашской республики. Это Филипп Миронович Лукин, Григорий Хербю, Герман Лебетев, Анисим Асламас. Все эти знаменитые композиторы являются выпускниками именно дирижерского хорового отделения. Да, очень интересно, конечно. А кто еще из преподавателя работал в начале становления отделения? Да, в начале становления отделения история, конечно, связана с выдающимся дирижером и композитором Вячеславом Филипповичем Вержбицким, который в 30-е годы работал в Италии, преподавал и дирижирование, и руководил хоровым коллективами. И вот в течение 10 лет, с 1952 года, он был заведующим нашего отделения. И именно его выпускники стали впоследствии преподавателями не только музыкальных школ, но и музыкальных училищ нашего училища и региона, а также преподавателями Чувашского государственного педагогического университета. Даже так. А кто из преподавателей работал на отделении? Какие вот, ну, может, уже не работают сейчас, и кто нынешние преподаватели? Да. Большой вклад в развитие нашего отделения, конечно же, было отведено Владимиру Степановичу Михайлову, который более 15 лет был заведующим нашего отделения. Был художественным руководителем муниципальной капеллы классики. И даже вспоминаются такие концерты во время моей учебы. Мы выступали совместно с этим большим коллективом на тот момент. И выступали совместно в концертах. И было очень интересно, было очень интересно наблюдать, как он работает, какие требования у него к выступающим артистам. И вообще, как для нас, как для молодого поколения, было чему поучиться у старших. Интересно было. А какова дальнейшая судьба выпускников через жестко-хорового отделения? Да, наши выпускники, закончив училище, очень стараются поступить и прикладывают большие усилия поступить в ведущие вузы нашей страны. Ребята поступают в консерватории городов Казани, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова. И вот благодаря, конечно, самозабвенному труду и полной отдаче наших педагогов ребята поступают в вузы. А сколько преподавателей у вас сейчас на отделении? Сейчас на отделении у нас работает шесть преподавателей. Это заслуженные работники культуры Чувашской республики. Юнисов Асхат Абдулкадерович, Винокурова Татьяна Борисовна, Мишина Ольга Геннадьевна, Орехова Елена Владиславовна, Шаржанова Любовь Федоровна, которая является выпускницей Парашина Петра Николаевича, еще работавшего в 70-е годы. Много. Да. Очень, кстати, мне интересно. А вот расскажите заслуги или успехи ваших студентов. Ребята выступают и готовятся в течение учебного года к выступлению в престижных конкурсах в хоровом исполнительстве. И выступают не только в составе хора, но и в составе вокального ансамбля, дуэта вокального ансамбля, вокально-хорового ансамбля, возможно, и даже как солисты. И у нас много лауреатов, которые заняли призовые места в таких конкурсах, как Калейдоскоп талантов, конкурс ЕНРАФ. Ежегодно они принимают участие в конкурсах по дирижированию, проходивших в городе Казани, в Нижнем Новгороде. И также за творческую устремленность ребята получают и выдвигаются на получение стипендии за творческую устремленность от главы Чувашской республики. Это очень много даже. Да. А вы являетесь заведующей этого отделения. С какого года? Я являюсь заведующей с 2015 года. То есть совсем, можно сказать, не так давно. Недавно начали, можно даже сказать. И как вот, какие ощущения вы испытываете? Тяжело ли вам было? Страшно. Да. Принимать такое, ну, как-то ответственно? Да, конечно. Замедуешь целым отделением? Это большая ответственность и большая ответственность за студентов и за учебный процесс. С этими мыслями я пришла буквально, как бы, можно сказать, неожиданно получила предложение от руководства стать заведующим отделением и хочу поблагодарить наш патриотический коллектив и администрацию училища за такое теплое отношение, за доверие, за доверие прежде всего. Конечно. Да. Вот мне интересно, просто заканчивает студент ваше отделение и какую специальность он получает? Кем он становится? Наши студенты получают квалификацию дирижер хора, преподаватель. Многие ребята работают в музыкальных школах не только нашего города-республики, в школах искусств, но и преподают вокал и являются руководителями вокально-эстрадных студий даже. Также они работают в направлении как артист хора в таких известных коллективах, как Государственная хоровая капелла имени Александра Свешникова, Чувашская государственная академическая капелла. Являются артистами хора, театра, опера и балета не только нашего города, но и в других городах. Вот они работают. Вот в Нижнем Новгороде, например, у нас есть выпускница, которая работает. А вот как бы, ну, вы же проводите уроки там по дирижированию или как у вас так? Да. Присутствуете, наверное, там помогаете как-то? А вы вот являетесь преподавателем или вот что-то? Я преподаватель. То есть вы и то, и другое, и все быстренько. Я преподаю дисциплины дирижирования, чтения хоровых партитур, где мы в классе осваиваем, читаем с листа, на фортепиано, можно сказать, различные сложности хоровые партитуры. Ну вот, кстати, а сейчас мы и посмотрим видеоролик, в котором дирижирует лауреат конкурса дирижер-хормейстер имени Семена Абрамовича Казачкова Васильева Ангелина, класс преподавателя Мишиной Ольги Геннадьевны. Мишина Мишина Ольга Геннадьевна, кишина Семена Абрамовича Казачкова Семена Абрамовича, Семена Абрамовича Казахи Казашкова, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы обучаем ребят хормистерской практике Ребята выходят к хору уже на третьем курсе И заканчивают с государственной программой на четвертом курсе То есть у них появляется богатый опыт общения с хором Но также со второго курса ребята вплотную занимаются с детскими коллективами И у нас есть такой предмет как учебная практика по педагогической работе Где ребята тоже вот они проявляют себя, показывают Проявляют, изучают, проводят концерты в классах Приглашают родителей И конечно же это им дает большой импульс к дальнейшей деятельности Уже к дальнейшему шагу К дальнейшему шагу, когда они выходят уже коллективу из студентов То они уже приобретают некую уверенность в своих действиях Ставят определенные задачи Работают над звучанием хоровым И конечно же эта практика очень необходима для них А что касается нашего репертуара Конечно репертуар хора очень богат на произведения такого жанра Как мы исполняем хоровые миниатюры Исполняем хоры из опер, из араторий Также конечно же большую роль мы отводим произведениям чувашских композиторов И недавно прошедший концерт к столетию Геннадия Воробьева Хор исполнил два его хоровых произведения Насчет конкурсов Да, да, это нам очень интересно Ребята тоже очень им нравится участвовать в конкурсах Мы стараемся выступать как очно То есть вживую поем на сцене Так и заочно Отсылаем записи И получаем самые высокие оценки жюри Ну а как же по-другому А какие ближайшие, например, конкурсы могут проводиться у нас в училище? У нас в училище, вот на нашей базе, нашим отделением уже в третий раз Мы проводим всероссийский фестиваль конкурса вокально-хорового искусства на Волжских просторах Куда приглашаются хоровые коллективы не только в профессиональные, не только студенческие, не только учебные Но и детские коллективы, можно сказать, от детского садика до общеобразовательных школ Мы захватываем, можно сказать, все музыкальное пространство нашего города и республики Приглашаем всех принять участие в хоровой номинации или же в сольной номинации А давайте мы сейчас посмотрим репертуар, послушаем репертуар вашего хора Конечно Музыка ПЕСНЯ 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 АДЕЛИНА Но мы можем сказать, что только первые два курса нам было, наверное, тяжело Потому что мы привыкали очень сильно Сейчас мы уже идем на учебу как, наверное, на любимое дело То есть каждый день мы чем-то таким обычным занимаемся для нас Вот так, каждый день, каждый раз Как его специальность? Как вы дирижировали? Вот что вы там проходите обычно? Да, потому что мне интересно Вот мы с одного потока, получается И мы приходим, мы там на паре сидим А чем вы занимаетесь? Как у вас? Кроме пар, да Отделенческие какие у вас предметы? У нас есть специальность, естественно, да Есть течение хоровых партитур Что у нас еще есть? Музыкальная литература, это из музыкальных предметов Наша любимая гармония Гармония, которую мы очень любим Да, любимая, очень любимая Понимаете? Ну, для обычных телезрителей, наверное, это тяжело понять Но в основном мы поем, у нас три раза в неделю вообще хор Да, вокальный ансамбль есть Вокал, да, постановка голоса Ну и машем, наша специальность Вы, наверное, присутствуете тоже Да, и работаем с хором, тоже самое главное А как началась ваша творческая жизнь? С детства вот Вот детства Ну все, врачебились Ну нет, у него так же Мама, отдай мне на дежурство Хочу вы камер помахать Может вы сами захотели Иди, дочь Да Ну, я, как и все, закончила музыкальную школу В городе Канаш Ныне она имени Михайлова теперь уже стала Ну, сначала я училась на фортепиальном отделении Позже я захотела петь в хоре именно И как бы я перевелась на хоровое отделение Закончив его, ну, преподаватель посоветовал поступать в музыкальное училище На дежурство хоровое отделение И вот Я, собственно, здесь А ты в училище? Я закончила первую музыкальную школу имени Максимова Я училась совершенно на другом отделении Я инструменталистка Я закончила по классу скрипки И, ну, на последних, наверное, порах Мне очень захотелось петь И преподавательница моя, по моей специальности Она мне посоветовала, ну, пойти вот как раз на дирижерское хоровое отделение Честно говоря, я не знала, что такое отделение вообще существует Я думала, что есть только вокальные И я хочу пойти туда и петь Но она сказала, хочешь получить хорошую теоретическую базу Хорошая фортепиано Да, приступая на дирижерское хоровое отделение И, ну, я себя чувствую на этом отделении очень комфортно А вот, кстати, вот похоже немножко своими историями А вот когда поступали, сложно, наверное, было, да? Было все новое, такое дирижерское хоровое отделение Честно, было даже страшновато немножко Не знаешь, как там Конечно Пришла, тебе сказали Руками надо махать Как? Нет, было так Мы думали, что училище Это прям храм такой искусства Да, что там учатся такие Мясы И думала, и что я вообще Как туда могу поступить? Да, мы просто не верили, что мы можем туда поступить Ну, поспили Думали сложно Ну, рискнули 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 И хорошо На самом деле, ребята, которые к нам собираются поступать Вообще не бойтесь У нас тут вообще индивидуальный подход к каждому Поэтому дерзайте Прекрасный педагогический состав Просто Они поддерживают вас в любых ваших начинаниях И, в общем, поступайте А вот вам же нравится преподавание с педагогом вашим? Какой у вас педагог? У меня Аскат Абдукадерыч Венисов Прекрасный педагог Я его очень сильно люблю Ну, у нас вообще все, на самом деле, классные педагоги Педагоги все хорошие Да На нашем отделении Поэтому Да, и мне К моему счастью попался очень хороший мне педагог Мишина Ольга Геннадьевна Она и по темпераменту, и по характеру Очень сильно мне подходит И у нас каждая специальность длится Вот, не знаю, не скучно мне У нас там пар Да Да, да Все так И, то есть, на самом деле, мы работаем Да А чем вы занимаетесь в свободное время? Кроме учебы Оно у нас есть? Его очень мало, на самом деле Ну, это само собой Потому что музыканты вот всегда У всех Ну, вот, смотрите Ну, вот уже четвертый курс Уже думаешь Куда поступать надо? Да Думаешь, думаешь Определились? Определились? Может, с городом определились? Я, на самом деле, еще не определилась Поэтому пока Думаю Очень сложный вопрос Сложный вопрос, да Да Ну, как бы уже время-то Четвертый курс Как бы уже, да Уже давайте Выбирайте В последний момент Потом посмотрим Да Ну, у вас предметов очень много А тут Практика у вас есть? Как бы преподавание Как бы уже будущие специалисты Преподаватели Преподаватели У вас есть практика там? Есть, да Мы ходим в музыкальную школу Максимова Там нам дают работу с хором Разучивают произведения И в конце Ну, как бы мы должны показать свою работу С детским коллективом? С детским коллективом, да Вот Поэтому А потом наша практика Еще и на сцене То есть мы Почти, наверное, Каждую неделю, можно сказать Выступаем с хором Ну, ансамблем И Наша практика заключается в том, что Мы еще Постоянно свои навыки Где-то должны показывать Ну, потому что Чем больше работаешь Тем это Больше для тебя значит Потому что опыт, опыт, опыт Поэтому Вот, кстати, вы вроде На ансамбле «Контабель» Да Вы слышали Мне очень понравилось Я прям Отдаю вам Прекрасное выступление Спасибо вам большое Что разукрасили Нашу передачу Передачу Поэтому Ну, что Недавно вокальный ансамбль Ваш как раз «Контабель» Под руководством Ореховой Елены Владиславовны Побывали в Москве Да, побывали в Москве Где они приняли участие В восьмом Международном Многожанровом Фестивале-конкурсе Во имя Жизни на земле Проходившись Со второго По четвертого Этого года Расскажите нам Какие вы Чувства Эмоции Ощущения Вот что было Что запомнилось Ну, по ощущениям Мы еще Приехать-то мы приехали Ну, еще там Мы с вами остались там Да, потому что Это большой город Конечно, много впечатлений Но Это был Как вы уже озвучили Многожанровый конкурс То есть там Не только пели Академические Какие-то ансамбли А были танцевальные Ансамбли Эстрадные ансамбли Ну, там То есть много Кто-то был Декоративно-прикладный Складывал Да Вообще Во всех жанрах И сидели Да, сидели Профессионалы Святого дела Получается Этот конкурс Устраивал Московский государственный Институт культуры Институт культуры Да То есть там посидели Профессора Вот куда было Артисты Театра даже были Да А как организаторство Вообще Всего курса Организаторство Вообще на большем уровне Да Нас очень хорошо встретили К нам был Представлен куратор Который нам Все рассказывал Показывал Показывал, да Его звали Заур Его звали Заур Вы запомнили имя Он был даже Моложе нас Знаете Мы были Можно сказать На многих конкурсах Но такое мы увидели В первый раз Такое отношение К коллективу Серьезно Ты заходишь И тебя встречают Уже молодые девочки Парни Они волонтеры Им за это ничего не будет То есть ничего Не заплатят за это А они тебя встречают Там с рациями Там контабель Прикл И получается Они тебя доводят До гардероба Проводят Водички хочешь Все тебе принесут Все что хочешь Все что ты попросишь Обычно бывают Проблемы с репетициями Ну Время Время Каким мы даем Да Но эти волонтеры Они Устроили вам все В общем Да Все нашли Договариваются Там стоят рядом с тобой Ну очень хорошо Да И мы для себя тоже Такой опыт переняли Переняли Да Потому что мы тоже До нашего училища Много конкурсов А кто вас туда повез Откуда вообще узнали Об этом конкурсе Интернет Много вообще конкурсов В интернете И мы решили туда поехать И наша руководительница Мы вообще любим ездить Потому что это как-то Сплачивает Наш коллектив Коллектив Конечно Всегда сполученность такая История там Учительная Приведушка Что говорит там Много конкурсов Собираем анатки Едем Сразу же Нет Сразу же согласились Сколько готовились К этому конкурсу Мы о нем вообще узнали Наверное за два месяца Да Мы тоже хотим поехать Ну и сразу начали Работать 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 Вечерние репетиции Мы всегда работаем То есть Нету такого Что Конкурс И мы начали усиление У нас каждую Меделя проводятся занятия И мы Всегда работаем Над результатом Да Вышество Конечно Да Все Сложности Конечно Поэтому А какие у вас Вообще планы На будущее Ну ладно Поняли то что Пока еще не определились Куда хотим поехать Учиться Вообще Будем ли может Вообще учиться Ну может что-то еще есть Будущее Какие-то цели Видеть у тебя Ну для начала Закончить училище Достойно До самого-самого С красным дипломом Да С красным дипломом Планы на будущее Ну вообще Хотелось бы куда-нибудь Все-таки Поступить В ВУЗ Какой-нибудь Россия Подолжить учебу По специальности И потом уже Найти работу По специальности И Как-то Жить Да А ты Ну Я всегда считала То чем я занимаюсь Вот эта вот Музыка Да И творчество То есть Оно у меня Не на самом первом месте В моей жизни Да На самом первом месте Мне бы все-таки Хотелось Стать Даже как сказать Хорошим человеком Да Выработать в себе Такие качества Жизненно важные Да И Ну работа И музыка Они меня То есть Будут просто Спровождать Рядом со мной То есть Ну Если я буду Преподавателем Вдруг Так получится Да То Быть Хорошим преподавателем Чтобы Да С меня брали пример То есть Ну Для меня Как бы Конечно Творчество Вообще Карьера Ну Не скажу Что Какое-то Я вижу в этом Своё будущее Прямо такое А Вот Четыре года Четыре года В стенах Наше училище Вот расскажите Какие вот внутренние Например Эмоции Вы Вот заходите в училище Такие Ах Училище Да Что испытываете Будет наверное вам этот Трудновато Расставаться с ними Или Ой Ну всё Закончили Закончили Будет трудновато Расставаться Потому что Да Мужчин При которых Все говорят То что Очень Тёпло всё Тёпло Тёпло всё Тёпло Тёпло принимают Да Тёпло принимают Отпускают Я на самом деле Даже вот сегодня Была на специальности Думаю Как же я Скоро я уйду От своего педагога И у него будет уже Он будет учить Кого-то другого Я никак не могу Свыкнуться с этой мыслью На самом деле Как я буду жить Без своего преподавателя Да На самом деле На самом деле На каждом выпускном Да Которое проходит Все выпускники Говорят Как же быстро летит время Эти четыре года Они Вообще Непонятно Где они Очень быстро Пролетели на самом деле Очень Я с этим согласна Потому что мы Я себя до сих пор чувствую Вообще первокурсницей Как будто бы я только-только Да На самом деле Да Ну и уже раз Четвертый курс Я смотрела на третий курс И думала Как они Уже третий курс Они уже заканчивают Думаю Когда же я буду на третьем курсе Сейчас я тогда сижу И думаю Что я уже на четвертом курсе Очень быстро Время прилетело То есть я только была на первом Я уже на четвертом Сегодня в программе Мы послушали Вокальный ансамбль Кантабеля Женский вокальный ансамбль Увидели видеоролики Тоже женский А может давайте посмотрим Мужской хор Мужской С мужским хором Давайте Давайте ПЕСНЯ 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 Музской хор ПЕСНЯ 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 Ну, видимо, мы послушали, в общем, прекрасно было. А вот мне интересно, про конкурс, который у вас был в предстоящем Москве, ну вот расскажите также о нем. Вообще, когда вы входили в этот храм московский, там... Где вы выступали? Мы так и не спросили у вас. Телецентр Останкино, там есть зал, Королевский зал называется. Прямо Королевский. Прямо Королевский, да. Да, много передач снимали, получается, для первого канала, да. НТВ там было. Да, ну там много. Там исторический зал такой. И нам действительно, конечно, было приятно, что мы будем в нем выступать. Хотя он не оснащен так для академического какого-то пения, поэтому нам пришлось петь микрофоны. Но ничего мы произвели. Очень хороший был звукорежиссер, правда, у нас на самом деле. Было много творческих коллективов вообще, да. Но, к сожалению, мы не могли себе позволить послушать их, потому что у нас есть такое правило. Перед своим выступлением, да, а мы выступали последние где-то там в концах. У нас есть такое правило, вообще многие им пользуются, коллективы и солисты, не слушать тех, кто до тебя. То есть мы концентрируемся только на себе, на своем произведении, настраиваемся на свою волну, да, как можно максимально еще. Ну, если потом, да, там остаются еще участники, мы позволяем себе еще кого-то слушать. Но если вначале мы отпоем, да, и с удовольствием садимся, да. Конечно, с удовольствием подслушать. А вот сложно было находиться там на сцене? Да, как вот работали на сцене уже? Вообще вот как вот взаимосвязь какая-то была? Да, мы переживали. Вот я говорю, что эта сцена, она как бы, ну, для эстрадников, можно сказать, наверное, да, с теми, кто приходит своей фонограммой. И мы переживали до последнего момента насчет того, как мы сольемся, как мы будем звучать. Ну, ничего, мы выбрали, нашли точку. На самом деле на каждой сцене есть какая-то точка, где ты хорошо звучишь. Мы как бы там похлопали, послушали, где эхо, и нашли эту точку. И жюри было приятно, вообще удивлено тем, как мы поем, потому что мы поем не просто, да, там двуголосие, одноголосие у них. Да, достаточно такие сложные произведения. И то, что мы академисты еще, там у них в основном были и странники. А тут бац, а туда, и тут мы. То есть у нас четырех уголок сюда было? Ну да, мы стараемся теперь четырех уголок сюда заденеть. Да, четырех уголок сюда заденеть. Много, оказывается. И сложно. И сложно. Да. Наверное, потом, когда уезжали уже, хотели уже домой, 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 быстрее, да? Ну, такого не было, наверное. Или все-таки не было, или все-таки понравилось? Мы хотели остаться. У тебя остаться? Мы не приезжайте на гос-гос. Нет, мы не скажем, что Чебоксар – это плохой город. Вот, и здесь можно тоже реализоваться хорошо. Просто, ну, наверное, мы молодые, и нам всего хочется. Да, мы еще не все там в Москве обследовали. Только до Красной площади дошли. Было много времени. Да, разных там кафешек. Да, и нам хотелось еще так проникнуться вот этой вот Москвой, там побольше фоточек сделать, там, да, фаштегов всяких. Вот, и нам, ну да, нам этого очень не хватило. Но, ну, конечно, мы с целью приезжали не для того, чтобы погулять, да, а для того, чтобы набраться творческого какого-то опыта музыкального, сравнить себя с кем-то. И мне кажется, ну, мы получили то, что хотели. А какое место вы заняли? Вот чем вас наградили? Чем? Мы стали лауреатами первой степени. О-о-о-о! Добравил. Спасибо. Это для вас-то, наверное, новшество было, да? Ну, мы не считаем это чем-то выдающимся на самом деле. Потому что это наше обычное состояние. Мы учимся, я сказала, да, получим какие-то навыки, и это нормально для нас – участвовать на каких-то конкурсах, сравнивать себя с кем-то на каких-то концертах. Поэтому, ну, была радость, но и мы знали, над чем работать, над такими ошибками. Конечно. Да. А вы… Ну, давай. Ладно. Задам вопрос один. Вот про госэкзамен. У вас же он скоро уже присутствует, уже скоро на носу. Да, на носу. Вы выбрали уже песню? Произведение. Да, у нас уже выбранные произведения есть. Я уже, можно сказать, сплю и вижу, как я буду работать с хором, произведения у меня по сердцу очень сильно. Ну, мы, наверное, отличаемся наше учебное заведение тем, что мы не пишем, вроде бы, дипломные работы, не пишем. Мы все показываем, всю работу, которую мы совершили за полгода на сцене. То есть вы не защищаете дипломы, просто на сцене показываете все, что вы умеете. Да, это одна часть государственного нашего экзамена, а другая часть – это вопросы о педагогике, о вообще методиках разных. Они проходят уже в классе тоже с той же комиссией, да. Ну, в другие дни. То есть, ну, у нас такой государственный экзамен, он творческий и очень интересный. Да, а такой вопрос. Как лучше? Вот так, как вы сдаете экзамен, или все-таки писать дипломную работу, писание, вот это вот все? Как вам? Наверное, лучше, как мы. Что вы думаете? Да. Что ты уже набрался опыт, вышел. Да, ты показываешь, чему ты научился за все свои 4 года обучения на нашем отделении, училище. Угу. А сколько у вас, этот, у студентов на курсе? Точную цифру мы, наверное, не знаем. Ну, около 25, скорее всего. А четвертый курс сколько учителей? Это только, как бы, дирижеров 25 входит, да. Помимо этого еще, как бы, вокалисты к нам приходят. Да. У нас, мы считаемся достаточно большим курсом, нас семеро человек. Угу. Очень. Да. Даже несмотря на других, в других отделениях, там по пять, по четыре, по-другому. Там по-другому, да. У нас семьи, это считается, как бы, много. Мы, Адалин, вроде ладим, да, друг с другом. Да, мы очень дружны, да. Хотя, как в каждом коллективе бывают какие-то проблемы, разногласия, они у нас бывают. Но без этого, когда мы поем там в коллективе. Да, у нас у каждого там, мы вообще разные все очень сильно. Да, все разные. Но мы как-то умеем все превращать, наверное, в шутку и быстро вообще забываем наши какие-то... Да, мы не злопамятные. Мы с вами все забываем. Это самое главное, конечно. Да. Может, вы хотите обратиться к нашим телезрителям? Сказать. Я, Адалин, вообще очень сильно давно хотела обратиться к своим педагогам, потому что тяжело им вообще в лицо сказать то, что мы на самом деле чувствуем. Это тогда... А здесь... А здесь... А здесь можно лучше на всю республику сказать, потому что мы между собой, да, все обсуждаем, обсуждаем, ну, как наша специальность проходит, как наши уроки прошли. И в большей степени мы, наверное, восхищаемся тем, как преподаватели находят с нами общий язык. И мы бы, наверное, хотели, да, вообще не только нашим с Адалиной педагогам, и вообще педагогам нашего дирижерского хорового отделения, потому что они столько сил в нас вкладывают. Мы, наверное, не знаю, они, наверное, разрываются между семьей и между нами, потому что... Да, чтобы нас научить чему-то, чтобы мы стали настоящими профессионалами. Поэтому спасибо вам большое всем. И вы всегда нам говорите, ну, правду. Да. Не льстите нам и старайтесь как-то исправить нашу ситуацию и помочь нам. Спасибо вам большое. Вас очень любим. А теперь, друзья, представим вашему вниманию еженедельную рубрику «Последние новости». В ней мы будем вас знакомить с последними новостями училища. Да. Так. Например, 24 ноября 2018 года пройдет третий всероссийский конкурс исполнителей на струнно-щипковых инструментах имени Павловой. Срок подачи заявок до 17 ноября 2018 года. А с 30 ноября по 1 декабря 2018 года третий всероссийский фестиваль-конкурс фортепианной музыки «Фортепиано». Цель фестиваля-конкурса – совершенно профессиональные мастерства и исполнительные культуры студентов фортепиано-отделений и курсов фортепиано для студентов разных специальностей, среднего, профессионального, общеобразовательного культуры и искусства, для музыкальных школ и искусства. Заявки принимаются до 20 ноября 2018 года. Ждем всех желающих принять участие в конкурсе. Ну что ж, девушки, спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам на передачу, так сказать, как-то… Что они делали? Развеселили нас? Развеселили нас? Рассказали нас? Да, мы решили. Мы теперь будем знать побольше о дежурстве правом. Наши зрители будут знать. О нем не знаем мы ничего. Например, я здесь ничего не знала. Но сейчас что-то как-то, прояснение… Понятно. Да. Что всегда думали, что просто. Вот думали. Вот нас встали на сцену, руками помахали и ушли. Да, спасибо вам, Лев Ивна, потому что, ну, у вас тяжелая на самом деле работа каждую неделю, да, рассказывать. Мы тоже от своего отделения, от своего лица вообще желаем вам дальнейших процветаний творческих и дальнейших каких-то интересных разговоров, интересных людей и интересных передач. Ну что, дорогие телезрители, встретимся на следующей неделе также в 16.00.